10 мая от жителей села Лесхоз Ридерского лесхоза поступило экстренное сообщение о том, что на площади Центрального лесничества горит сухая трава на территории двух гектар. На место происшествия прибыли спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. Первоначально в тушении пожара было задействовано 6 единиц техники, более 100 человек личного состава, однако от сильного ветра огонь усилился. Из-за ветра, скорость которого достигла 20 метров в секунду, огонь начал мгновенно распространяться. 10 мая во второй половине дня пожар достиг жилых домов в селе Лесхоз. Здесь сгорели 35 домов и 9 зданий. С ожогами госпитализированы 72 и 41-летний мужчины. Найдено тело 73-летней женщины. В ликвидации пожара задействовано 500 человек, 70 единиц техники и вертолеты лесной охраны. Акимобласти Даниил Ахметов находится на месте ЧП. Всем жителям города Ридер, всем, кто здесь пострадал, безусловно, этот факт вызывает моё огромное огорчение и сожаление, но мы сделаем всё возможное. Все, кто потерял жильё, получат его. Мы сделаем, сейчас мы посмотрим, какой из домов здесь можно восстановить. Если кто-то захочет, чтобы был восстановлен дом, мы его восстановим. В связи с чрезвычайной ситуацией была создана специальная комиссия. В настоящее время жители села находятся в пункте Ридера и некоторые, по собственному желанию, дома у родственников. В домах на селе организовано круглосуточное дежурство. 11 мая на 7 часов 00 минут в посёлке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и в хозпостройках. Тушение в лесной зоне продолжается. По результатам облёта от предлогарения не наблюдается. Идёт тление стволов деревьев. Всего на тушении и округлении задействовано около 500 человек личного состава и 69 единиц техники. ДЧС, ВКО, лесников, местных исполнительных органов и сотрудников полиции. 11 мая Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов также на месте происшествия. Жителей беспокоит вопрос возмещения ущерба. Глава региона отметил работу пожарных в опасной зоне и сообщил, что имущественные расходы оплачиваются по закону и никто на улице не останется. Я видел, как сегодня работали пожарные. Я сам вместе с ними был. Буквально в трёх метрах от пожарного взорвался несколько газовых баллонов наших с вами жильцов, которые не должны бы держать эти газовые баллоны. Другой дом, но у меня на глазах, в гараже что было? Газовые баллоны, которые не должны быть. Поэтому я видел, как люди рискуют. Никто из нас не прятался за вашей спиной. В лесу всё ещё огонь. Как сообщили, для тушения к двум вертолётам добавят ещё два – из Павлодара и Нурсултана. Евгений Проскурин, Нургуль Садыкова, Сауля Байгалиева, Телеканал Семей. Материальный ущерб от лесного пожара в Риддере значительный. Жители лишились жилья и остались без имущества. Страна прилагает усилия для поддержки восточно-казахстанцев, оказавшихся в тяжёлом положении. В Семейском региональном центре коммуникации состоялась пресс-конференция, на которой руководители общественных организаций города призвали семичан помочь жителям Риддера. Мы сегодня, думаю, сможем показать вот именно своё чувство долга, чувство сопереживания и сможем сами организоваться. Думаю, выражаю надежду, что именно предприниматели, общественники, депутаты городского областного маслехатов не останутся в стороне и смогут организовать такую помощь в виде продуктов питания, одежды, денежные какие-то перечисления на общий открытый счёт для жителей этого посёлка Лесхоз, потому что там необходимо будет восстановить эти дома, и чтобы люди почувствовали, что они не останутся без заботы государства и со стороны ещё своих земляков тоже смогут получить такую помощь. Тем временем восточно-казахстанский областной филиал партии Нур-Утана объявил акцию Бузбергемес. Объявляется акция Бузбергемес для пострадавших от пожара в городе Ридер. В рамках акции принимаются продукты питания, одежда, материалы, необходимые для строительства и мыломоющие средства. Можете созвониться по контактным телефонам 36 04 32 59 29 66 и 8 775 645 64 49. В районе Лесхоз города Ридер стартовала акция помощи. Создан специальный фонд Берлик, открыт счёт. Сотрудники всех акиматов управления и государственных учреждений всех уровней области перечисляют однодневную заработную плату. На сегодняшний день, судя по информации в социальных сетях, группы Халактан, Халакка, лидер КИЗ и Алхыс начали информационную работу и сообщили о готовности оказать помощь. Уважаемые молодёжь, жители города, мы призываем всех вас к совместной помощи в рамках акции. Инициативу поддержали и предприниматели региона. Есть много желающих оказать гуманитарную помощь и из других областей. Напомним, что в настоящее время открыт счёт фонда Берлик для сбора материальных средств пострадавшим. Аким Семея, Нурымбец Актаганов, встретился с жителями посёлков Восход и Водный, передаёт городской инфоцентр. Люди жалуются на отсутствие детского сада, спортивных и детских площадок, где могли бы заниматься местные ребятишки. Выслушав Семичан, Аким сообщил, что в данный момент объявлен конкурс на строительство спортплощадки в посёлке Восход. Рассматривается также возможность установить спортивную или детскую площадку в этом году и в посёлке Водный. Глава города также сообщил о проведённых работах по установке уличного освещения. Так, в прошлом году ремонтные работы здесь были проведены на шести улицах. В этом году готовится ПСД на строительство уличного освещения по улицам Рудная, Алмазная, Южная, Геологическая, Малая заливная, Геодезическая, Водный. Общая протяжённость будет 6 километров. За пять месяцев подготовим ПСД. Если получится в этом году найти средства, начнём в текущем году, а если нет, то в следующем. Кроме того, мы готовим ПСД на капремонт электрических столбов по улицам Южная, Садовая и 16-я Водная. По поручению Акима области готовим программу энергетического развития города Семей на 5 лет, потому что нам необходимо минимум в полтора раза увеличить точки освещения и мощности энергетических ресурсов. Рабочая группа создана. Я сам её возглавляю. Комплексно будем решать. Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Шалпан Каренова объяснила, в каком формате в этом году пройдут выпускные вечера, передаёт МИА Казинформ. По её словам, будет рассмотрен вопрос организации выпускных вечеров для учащихся 11-х классов с 12 по 14 июня после окончания школьных экзаменов. Проведение мероприятий, связанных с организацией выпускных вечеров на открытом свежем воздухе, согласовано с Министерством здравоохранения. То есть школы с меньшим количеством учеников могут проводить мероприятия для всех классов. А если выпускных классов много, разрешено организовать их в несколько этапов. В этой связи вице-министр напомнил, что основной целью данного мероприятия является окончание школы общего среднего образования и получение аттестата. Поэтому при проведении выпускного вечера рекомендуется организовать официальное вручение аттестатов внутри каждой школы. Кроме того, не допускается проведение банкетов или празднования мероприятия в других развлекательных заведениях. Выпускной вечер подразумевает собой только официальное вручение аттестата в школе. Стоит отметить, что выпускной вечер проводится с соблюдением требований санитарной безопасности. В связи с этим запрещено приглашать праздничных аниматоров, различные ивент-агентства, частные студии. Как сообщалось ранее, последний звонок традиционно состоится 25 мая. В этом году будут предусмотрены несколько форматов с учетом ограничительных мероприятий. Во-первых, традиционно на открытом воздухе для учащихся 9-11 классов, а также школ, в которых обучаются до 300 учащихся, и которые до сих пор обучаются в штатном режиме. В Восточно-Казахстанской области разрешили работу детских лагерей. Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача области. В документе отмечается, что следующие категории граждан, не получивших вакцину против COVID-19, будут проходить лабораторное обследование методом ПЦР с профилактической целью. Это призывники на срочную воинскую службу, пациенты, госпитализированные в стационарно-плановое и экстренное лечение, госпитализированные в медицинские организации по уходу за больным ребенком, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, медицинские работники, отсутствующие на рабочем месте 5 и более дней в связи с отпуском, командировкой, болезнью и другими причинами. Во всех регионах области открытые рынки могут работать без ограничений все дни недели. Детским оздоровительным лагерям разрешено работать при наполняемости не более 50%. На территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов можно проводить коллективные мероприятия на открытом воздухе, но должен соблюдаться масочный режим и социальная дистанция не менее 4 квадратных метров на человека. При проведении массовых спортивных мероприятий заполняемость здания не должна превышать 30%, говорится в постановлении. В Семее штрафуют тех, кто не носит маски. В Восточном Казахстане по-прежнему выявляют тех, кто не соблюдает карантинные ограничения. Об этом сообщает областной информационный центр. Специально созданные мониторинговые группы в регионе ежедневно проводят рейды в общественном транспорте, магазинах, аптеках и других учреждениях, чтобы следить за соблюдением требований карантина. За сутки в Семее проверено 345 объектов. В Семее впервые открылась убойная площадка «Халяль». В связи с этим главный имам по Семейскому региону Аскар Кажи Абитай-Уле вручил сертификат «Халяль» Духовного управления мусульман Казахстана на убойную площадку оптово-распределительного центра Жоломан, а сотрудникам учреждения соответствующие удостоверения и печать. В первую очередь, эта убойная площадка соответствует стандарту «Халяль». Во-вторых, мясники, которые здесь работают, также получили сертификат «Халяльного стандарта». Ими будут отслеживаться все животные, поступающие в этот мясной павильон, и то, как они будут забиты мусульманами. Это первая хорошая убойная площадка по Восточно-Казахстанской области, по городу Семей, соответствующая мусульманским правилам. Надо сказать, что оптово-распределительный центр Жоломан ранее прошел специальную проверку учреждения ТОО «Халяль-Дому» при Духовном управлении мусульман Казахстана и на сегодняшний день получил подтверждение по соответствию общим требованиям заготовки, переработки, хранению и транспортировке продукции «Халяль». Отметим, что эта работа будет проводиться и в сельских округах Семейского региона. В сельских мечетях мы распространили информацию о том, что скот, идущий на реализацию, должен пройти через убойную площадку, соответствующую халяльным стандартам. В Семее впервые открыта такая убойная площадка с целью обеспечить наших горожан чистой мясной халяльной продукцией. Убойная площадка оптово-распределительного центра «Жаламан» является единственным предприятием, оснащенным современным оборудованием и отвечающим требованиям халяльного стандарта. Получение сертификата «Халяль» является важным для нас событием. Это означает, что на прилавках ОРЦ «Жаламан» будет представлено мясо животных, тщательно прошедших все этапы производства, такие как откорм, убой. И в соответствии с не только санитарно-гигиеническими требованиями, но и исламскими традициями. Следующим важным этапом нашего проекта является запуск овощехранилища на 5000 тонн продукции. Ежедневно здесь забивают 15-20 голов крупного рогатого скота и 5-6 голов лошадей. Мясо скота предоставляется потребителям только после проверки в специальной лаборатории. Людям, которые покупают мясо, можно без сомнения покупать это мясо, потому что это мясо проверенное, специализированное лабораторией, которое имеет сертификат соответствия. И получается, все население мы приглашаем к себе посетить наш торговый центр. Буквально вчера мы забили 15 голов, и теперь мясо от 15 голов лежит на прилавках. Всегда свежее мясо. Приглашаем вас посетить торговый центр «Жоломан». По словам директора оптово-распределительного центра «Жоломан», главная цель – обеспечить потребителей только чистым халяльным товаром, производя продукцию, отвечающую всем стандартам продовольственной безопасности. В городе Управлением по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками полиции проведены рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности в купальный сезон. Официальный срок купания начинается 1 июня. Однако с наступлением тепла горожане, особенно дети, рано начинают купаться в РТШ. Но поскольку в настоящее время течение воды сильное, это очень опасно, говорят специалисты УЧС. Основная цель данного рейда – это разъяснение отдыхающим основных правил поведения на воде, также пресечение фактов нахождения детей без присмотра родителей. В ходе рейдового мероприятия с горожанами, находящимися на набережной, была проведена разъяснительная работа, розданы информационные листы. По словам сотрудников полиции, такие меры проводятся в целях предупреждения инцидентов и повышения ответственности семейчан. Были отработаны водоемы поселка Восточный, а также острова Полковничий, где ребятам были разъяснены их права, обязанности, что они не имеют права. Все эти мероприятия проводились в профилактических целях. С несовершеннолетними детьми были проведены беседы, профилактические беседы воспитательного характера. Также им были разданы буклеты о том, что они не имеют права находиться вблизи водоемов, тем более сейчас еще не открыт купальный сезон. В связи с этим также с их родителями были проведены беседы о том, чтобы они не отпускали детей на водоемы без сопровождения взрослых. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в прошлом году утонуло 11 человек, в том числе один ребенок. В целях обеспечения безопасности населения в купальный сезон, рейдовые мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Евгений Проскурин, Сауля Байгалиева, Азамат Калимбеков, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. В Восточно-Казахстанской области началась проверка готовности пляжей к предстоящему купальному сезону. Всего в области в этом году будет работать три официальных пляжа. Помимо двух расположенных в областном центре, еще один находится в Уланском районе. Также будут действовать 16 мест массового отдыха. Проверки, проведенные спасателями, показали, что на сегодняшний день ни один пляж не готов к приему отдыхающих. На сегодняшний день пока ни один из пляжей не получил разрешение на работу. То есть пока ни один пляж не готов к приему посетителей. Перед началом купального периода должно быть проведено обследование дна акватории пляжа. Должны быть подготовлены общественные спасатели, которые проходят обучение в подразделениях департамента по ЧЭС на безвозмездной основе. Также должны быть открыты спасательные посты, которые включают в себя также медицинские пункты. В акватории непосредственно должны быть натянуты оградительные буи, которые определяют место купания. Должны быть подготовлены места для катеров, лодок, катамаранов. При обследовании дна водоемов спасатели часто достают десятки килограммов опасного мусора. Чаще всего мы находим битые бутылки, жестяные банки, которые мы извлекаем из воды, чтобы народ, который отдыхает на пляжах, не поранился и был в безопасности. Стоит отметить, что в области уже определены 64 участка, где запрещено купание. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области рекомендуют населению избегать несанкционированных водоемов. Ведь чаще всего именно там происходят несчастные случаи на воде. Евгений Проскурин, Нурбалат Савитханов, Руслан Токсанов.